Вообще ее существование в нашей политике это такая победа феминизма и такой страшный омаж женщинам, что вот они могут быть политиками. Получается, что женщина в политике это такое украшение стола, при том, что я знаю. Она снова украшает жизнь людей вокруг, потому что она выглядит изумительно, одета с величайшим вкусом, у нее чудная фигура. А мне-то старой толстой электорашки. Мне каково. Что мне твоя красота? Что мне твоя элегантность? Нет, я хочу знать, что будет с моей стороной. Здравствуйте, дорогие зрители. Это программа «Школа злословия». На самом деле ужасно надоело говорить этот один и тот же текст, но нам велели сказать, что так надо. Значит, мы сообщаем, что это «Школа злословия». Меня зовут Доня Смирнова. А меня зовут Татьяна Толстая. В гостях у нас сегодня Ирина Монсовна Хакамада. Добрый вечер. Ирина Монсовна, вас представлять не надо. У нас есть некоторые гости, которые как-то надо представлять. А вас, я думаю, совершенно представлять не надо, поэтому я сразу «Инмедиа срез». В середину дела. Какое ваше любимое блюдо? Суши. Правда? Да. Я научилась, я поняла теперь, как варить рис для суши. Чтобы клейкий был? Да, чтобы клейкий был, и при этом зернышко к зернышку. Это, оказывается, элементарно. Я этого не знала. Нужно рис промывать холодной водой до тех пор, пока вода не будет абсолютно прозрачной. Любой рис? Нет. Японский рис. В общем, любой самый лучший японский или, в крайнем случае, любой, но круглый. Ни в коем случае не вот этот сухой длинный рис. Вот его ни в коем случае. Это просто вообще, это для восточного плова рис. Он не для японской еды. И вообще не для азиатской кухни. А басмати, вот этот красивый, длинный? Никогда. Чудесный. Никогда. Это вот плов. Узбекский плов, там, как угодно. Рис с овощами. А если вы хотите сделать азиатский вариант, то есть вы едите, например, жареную рыбу и заедаете из мисочки рисом. Просто он в мисочке лежит. Или вы хотите сделать из риса такие пирожки. Или вы хотите сделать суши. То есть нарезать сырую рыбу и кусочки положить на этот пирожок. То тогда только круглый рис. И лучи конечные японские. Я вам должна сказать, что японская еда бесконечно разнообразна. Но некоторые ее элементы проникли в западную поп-еду, я бы сказала. А другие не проникли. Например, суши европеец есть может. Ему даже, он может себя убедить в том, что ему постоянно это хочется есть. Я понимаю, что это, да, сырая рыба, рис. Ну как же. Это вкусно. Но сегодня суши, завтра суши, все такое холодное, холодное, холодное. Чтобы русский человек хотел есть холодное? Нет. Нет. Ну может. А, например, квашеный лотос. Видели квашеный лотос? Нет. Цвета покойника. Вот он такого цвета. Квашеный это сам лотос. И он такой мокрый кусок чего-то. И в нем три дырки. Так вот, есть это невозможно. Нет. Ну и не едят европейцы. То есть никто не говорит, о, квашеный лотос, ну конечно. То есть суши, это на самом деле компромисс. Если вы хотите есть здоровую пищу, причем дешевую, не хотите, ну вкусную хотите, вот смотрите, рецепт гениальный, я сама его открыла. Берете самую дешевую рыбу, вот ментай, но только мороженый ментай, ими кормят, по-моему, только кошек, да? Да. Берете мороженый ментай. Пускайте на четвереньки. И мажете его вонтиком. И мурлойкаете. Луком. А, значит, после этого покупайте соевый соус, любой, их навалом, всяких разных, это модно. И не так уж дорого. Заливайте сверху соевым соусом. И держите до тех пор, пока он естественным образом в этом соевом соусе не растает. Часа два проходит. Ни перца не надо, ни соли, ничего. Потом нужно нагреть сковородку, туда немножко растительного масла, и быстро обжарить. И мисочку риса. Увидите, у вас будет такое состояние, как будто вы едите, ну, я не знаю, судака там, специально приготовленное в восточном стиле. Это эффект соевого соуса. Но он сам по себе соленый вообще. Конечно. Там же и сильный соленый, и слабо соленый соленый. Подождите, это вот вы дома готовите? Да. А в ресторане какое блюдо любимое тоже суши? Ну, в ресторане сашими. Почему? Потому что суши – это много риса и сверху. А сашими – это одна сырая рыба. Но сырую рыбу нужно иметь такого качества. И нужно столько всяческих соусов. Приправ, что дома это готовить дорого и тяжело. А если меня приглашают в ресторан, а деловые переговоры очень часто ведутся в ресторанах, то на халяву пойти в японский и заказать сашими – это замечательно. Почему-то легкая еда. А типа водки с огурцом? Водки с огурцом – нет. Нет. Водку не люблю, честно. Это не патриотично. Русский политик не имеет права не любить водку. Ну, не люблю. Ничего своего поделать не могу. А в принципе, конечно, главное, что я предпочитаю – это красное вино. Красное вино – это замечательно. Выводит нуклеиды, выводит ещё чего-то, что способствует старению организма. Есть такие… Вот это вот вы любите. Сердечную мышцу там всё-таки укрепляет. Да, особенно тот, кто летает много. А наутро просто, понимаешь, такие вот под глазами мешки чёрные? Ну, чуть-чуть. Нет, это просто все организмы разные. Вот я как раз хотела спросить про организмы, потому что, ну, это полная загадка. Связь между национальной кухней и этническим происхождением, так сказать. Вы полюбили суши и сашими, ведь вы могли их полюбить только тогда, когда они стали широко доступны. А что вы ели до того? То есть вы нашли предков, вы обнаружили, узнают грачьи не срывать, как говорится? Это целая история моего детства. Мой папа, он японец. И он эмигрел во время войны в Японию. Он солдат. Он тогда воевал в подполье, он же был коммунистом, он партия была в подполье, он сидел в тюрмах, его пытали. В общем, он был настоящий солдат. И когда он уже остался в стороне своей мечты, то он даже хранил котелок походный, и мою маму заставляла варить рис в этом котелке. Хотя было страшно неудобно. Вы понимаете, походный котелок, он же вешается, а тут на плиту надо ставить, а он не стоит, потому что он такой вот у него круглый дно. Поэтому он качался, выливался рис, коммунальная квартира, соседи кричали, но это была чепуха. Вторая его примочка была в том, что, ну какие суши, какие вообще сашины, действительно, в те времена голодная страна, да еще и он был аскетом. Поэтому он покупал дешевую рыбу. Иногда он покупал селедку. Помните? Советский Союз, помните? Селедка была всегда. И вот он покупал эту селедку, приносил ее домой. Соус ему доставали японцы, которые все-таки приезжали по линии компартии и привозили ему соевый соус. У нас стало такой жбан, вот такая вот большая штука. И он еще оттуда наливал в сковородку, нагревал ее и кидал туда соленую. Вы не понимаете, какой шел запах по квартире. Соседи все, они закрывали дверь, а у мамы начиналась истерика. Что говорит, я с тобой все-таки разведусь, потому что так жить дальше невозможно. А он молчал, он был самурай. Он стоял у плиты, жарил свою селедку. Здесь у него был котелок с рисом, и весь мир для него отсутствовал. И когда мама отговаривала свою речь и хлопнув дверь и уходила, значит, туда, соседи закрывали все двери. Я, маленькая девочка, понимала, вот теперь наступил мой час. Я выползала в коридор, садилась за стол и ждала. А он все понимал, мы с ним даже не разговаривали. Он ставил ложку риса без соли, без масла, вареного по-японски. Ставил эту вонючую селедку, клал мне на тарелку, и мы с ним взывали. И я получала такое удовольствие. Это генетическое. Это сделать ничего нельзя. Я чувствовала, вот здесь играла моя японская кровь. Сделать ничего невозможно. И с тех пор, потом я уже, когда мне было 19 лет, я впервые приехала в Японию. Все, я влюбилась в японскую кухню. И я вот ее вижу, и мне уже хорошо. Я считала, что жареная селедка – это вьетнамская. Правильно, это не японская. Но тогда больше нечего было жарить. Понимаете? Иногда даже трески не было. За ней нужно было тоже встать в очередь. Ну, то есть это все равно, что вот русский человек, заброшенный в далекую какую-нибудь страну, где ничего-ничего нашего нет, он бы жарил ямс и запивал шипром. Потому что запахи вот такие же, вроде так. Японцы, которые, когда я приехала первый раз в Японию, попытались сделать мне подарок и приготовили украинский борщ. Все было похоже. Цвет был красный, там плавала действительно капуста, и там как-то все было. Но это был японский суп. Мисуцуп, но только выглядел он как украинский борщ. А вы все время говорите, что вот папа готовил без соли. Вы сейчас... А вы вообще специи, специями какими-то пользуете? Специи я обожаю. Я соль не принимаю, потому что это кристалл. Это вредно. А специи, перец, это естественное. Оно растет. То же самое всякие приправы, травы. Причем я в них не разбираюсь. Я просто их покупаю разных, а потом просто сыплю все подряд. И очень хорошо получается. Они ничего не портят. А для вас имеет значение, в какой посуде подана еда? Да. Дома, я имею в виду, не в ресторане. Да, очень. Понимаете, вот почему я ненавижу Америку? Потому что там кофе-эспрессо дают в пластмассовых стаканчиках. Я их ненавижу. Каньеяк, шампанское, все в пластмассовое. Да, каньеяк, шампанское, и исчезает вкус. На самом деле, если японскую еду есть вилкой, вы теряете 50% вкуса. Человеческие органы чувств, они очень развиты. Нам только кажется, что мы чувствуем носом, видим мы глазом, а рукой мы ощущаем. На самом деле, мы можем ощущать глазом, нюхать рукой. И это, кстати, видно по этим людям. Если у них хоть какой-то физический есть недостаток, или ослеп человек, или потерял обоняние, на него другие органы чувств забирают на себя все это и компенсируют. Вот в реальной жизни у человека работает все. И поэтому, если вы пьете итальянский кофе с пластмассовым стаканчиком, или коньяк, то все, это потерянный вкус. Если вы... Причем посуда не обязательно должна быть дорогая. Вот японскую еду очень хорошо есть на белой посуде, и так, чтобы ее было немного, и это была при этом какая-то некруглая форма. Вы дома, когда устраиваете, там, я не знаю, вечеринку, или там просто ужин, я не знаю, вдвоем с мужем. Вот как у вас? Вы предпочитаете, чтобы была скатерть? А, сейчас нарисую. Да, если мы в воскресенье обедаем, мы обедаем втроем, дочка, муж и я, но дочка пятилетняя, то я люблю, чтобы шитье было белой скатерти, или лучше кремовая, но шитье, что такие цветочки какие-то были, да? Потом я расставляю эти белые тарелочки, именно чтобы вся посуда была в одном стиле, и чтобы это был такой минимализм. Причем непонятной геометрической формы. Вот, чтобы не тривиально вот круглое, а что-то вот разное. И все, и потом вот тоже ложечкой какую-то странную еду, которую я готовлю, но всем очень нравится. Нравится. А салфетки вы гадете? Салфетки, вот, ну, тканые. Про салфетки все время забываю. А, нет, под тарелку, да, потому что мне жалко, что сейчас скатерти все оплюют, и потом ее надо измирать. Ничем не ототрешь, ни тети Аси, ни чем. Ничем, да, я каждый раз удивляюсь, а как вот у людей бывает в домашнем походящем? Они известны. У них все время белые скатеры. Меня больше всего удивляет, вот, скажем, в ресторанах в южных странах, там, где люди пьют много красного вина, они неизбежно заливаются скатерти. Да. А после этого они их увозят в прачечную скатерти, и привозят назад, они белые. Да, а у нас отводишь и привозишь, и они в пятнах. Ну, только не в красных, а уже в коричневых. Ну, и ничего не меняется. Ну, естественно, потому что... Кажется, испортено все. Да, да. А как вот, а вот типа, там, я не знаю, колбасу с газеты? Или одна холодильник открыла, рукой зачерпнула холодную котлету? Это одна, да. Да? Я иногда приезжаю, и я бешеная просто. Мне уже муж сказал, Ир, ты когда голодна, ты как мужик вообще. Ты пока вот не насытишься, с тобой разговаривать невозможно. И если никого нет, я открываю холодильник, я ставлю в сапогах, плачь на мне. Я только вот так вот его расстегиваю, и понятно, зачем-то накрываю холодильник. И вот так все подряд. Потом выпиваю чай, успокаиваюсь, принимаю душу, иду к ребенку. Но это когда все, вот на пределе. В холодильник ели, и вот я приезжаю, что точнит от голода. Грубо все, никаких белых скалерзей, геометрических тарелочек. А вот дома у вас, вы сами делали дизайн, или вы звали дизайнера, как сейчас в логике? Мне, по-моему, совершенно неудачно. Получилась какая-то пустыня, и в пустыне много странных вещей стоит в непонятном порядке. Слишком много кислорода. А вы склонна к минимализму, наверное? Я склонна к минимализму, но, знаете, я поняла, что в нем жить-то нельзя. Это мы-то давно поняли. Мы даже писали про это. Да, жить-то можно в викторианском стиле. Он чудный, а ты выйди вон. А ты выйди вон, да. А вот шубы дерева, полки, массивные письменные столы, большие такие старомодные кресла, и книжки, книжки, и лампы зеленые. И ты живешь. В минимализме все. Я расстроилась. Таня, знаете, замечательно написала, что она любит мебельный целлюлит. Потому что... Потому что в минимализме минимализму очень мешают хозяева квартиры. Да, все правильно. Они его выживают, хозяева. У меня есть дело все возможное. И подушки кругом, и пледики валяются. И присесть можно было. А тепла нету. Потому что там все белые. Да, да, да. Ну, сделала глупость. Но надо один раз ошибиться, чтобы потом понять, что одно дело, что тебе нравится в стиле в искусстве, другое дело, где ты живешь. Иногда разные вещи. Да, и потом, вы знаете, вот когда смотришь, думаешь, что бы такое себя завести. Вот так вот снова думаешь, листаешь эти журналы по дизайну и архитектуре, и там легче всего это показать минимализм. Мудрая женщина. Нет, ну я как-то поймалась на этой фигне. Ну, то есть я минимализм люблю. И это стиль моей одежды, это стиль моей жизни на самом деле. Но жить в нем нельзя. Все, я поняла. Но я еще потерплю, чтобы это все амортизировалось. Потому что деньги потратили. Ну да, запрашивай, что осталось. Для чего вы занимаетесь политикой? Я давно пришла к выводу, чтобы в политике остаться человеком, творческим, для этого надо политику превратить в творчество. Для меня политика, как для вас ваши романы, для вас, я не знаю, может быть, это передача. Я творю, я творю свою картину. И я понимаю, что я не смогу ее дорисовать. Ну, хотя бы чего-нибудь. А для чего вам творчество? Ну, это само реализация. Любой человек, родившись вот с момента, как он родился, он пытается всему миру доказать, что не просто так родился, а что он нужен. И себе, и миру, и всем. То есть вы хотите доказать, что вы всем нужны? Нет, я хочу доказать, что то, что я делаю, это нужно людям. Вот вам саму, и что это даст, что это принесет? Ну, сложный, конечно, вопрос, но я могу сказать следующее. Мне повезло, даже как и вам, наверное, и прессу вам, Татьяна. Нам повезло, что не всегда удается человеку прожить несколько эпох в течение одной жизни, огромных исторических эпох. Я родилась в Советском Союзе, и я пережила перестройку Горбачева, я пережила демократические, там, шоковые терапии Гайдара и Ельцина. И я сама творила, я была кусочком этой истории, и все зависело от того, смогу я решиться на то, чтобы бежать с этой историей вместе, или иногда даже ее опережать, или я буду бояться, и потом оставаться где-то на краю. Мне повезло, что я решилась, и я ее, я начала вариться в формировании новой истории. И поэтому, конечно, главная идея изменить, попробовать. Изменить мир? Изменить Россию. Мир-то... А для чего изменить Россию? Ну, для того, чтобы и мой ребенок, например, ему 24 года, никогда в жизни больше не захотел бы эмигрировать отсюда. Чтобы он чувствовал себя свободным человеком, который адекватно себя ощущает в Европе, в Америке, в России. Для него это один уровень цивилизации, но при этом он понимает, что это его родина, и здесь ему интереснее. А не так, чтобы эмигрировать туда, потому что здесь невозможно. А для чего вам это нужно? Ведь ваш ребенок все равно сделает свой выбор. Нет, ну, почему? Он не обязательно сделает свой выбор. Человек не может быть отделим от общества. Его взгляды формируют не только его индивидуальное личность, но и общество. И если он ощущает себя адекватному обществу, он нужен ему, то он останется. Если он будет не нужен, то он уедет. Иногда даже, если он не хочет этого, огромное количество людей эмигрировало, и потом мучились на Западе, страшно умирает ностальгия, но им пришлось уехать, потому что здесь было невозможно. Да они не потому уехали. Хорошо. Они уехали, они, по-моему, уехали не потому, что, ну, не потому, что вы говорите, а потому, что им было наплевать на общество. Не общество делало их жизнь невозможной, а им было глубоко наплевать на общество. Они не хотели пошевелить пальцем вокруг себя, чтобы соседу по коммуналке было лучше. Они сочились ненавистью и уехали туда, где уже все подготовили. И такие как бы паразиты ментальные, да? Там же все подготовлено, чисто, там все будет хорошо, вот я туда и еду. Я летела с такими, между прочим, в Америку в свое время, ну, где-то год 92-93, они говорили, я говорю, а что вы едете? У них была прекрасная работа, творческая здесь, ну, там, при консерватории и так далее. Муж очень страдал, не хотел, а жена говорила, ну, как, отлично, мы едем туда, потому что мы с Южминут на Велфер сядем, мы с Южминута сядем на Велфер. Я говорю, а Велфер-то откуда у вас возьмется? Они говорят, ну как, всем же приятно, мы едем туда, потому что мы очень плохо жили вот в России, нам должны Велфер, нам должны. Я говорю, а вы понимаете, что это я вам плачу Велфер, потому что я живу в Америке, я тогда жила в Америке, я плачу налоги, я работаю и плачу налоги для того, чтобы вы ели. А нам же полагается, почему вам полагается? Почему вам полагаются мои деньги? Я плачу 30% в соответствии с зарплатой, да, они ехали с этим, и так большинство, большинство. Я говорила, ну я бы не хотела, чтобы Бродский, ну Бродский, Бродский три человека, да, вот Бродский, еще кто-то, еще кто-то, а все остальные, они... А я не хочу, я хочу выстроить страну, в России-то... Нет, ну да, там отец, нет, отец не говорил, но я и хочу, чтобы такие, как они, чувствовали себя комфортно в России. А себе вы это для чего хотите? Да почему тут я-то? Нет, ну как, всякая деятельность, она делается как бы для себя, иначе ты сам себе говоришь, не делай, это не твое. Ну я не знаю, я себя буду чувствовать, так хорошо. Я люблю, когда в стране много умных людей, они никуда не уезжают, потому что им приятно здесь жить. вы как бы в своей политической деятельности, вы как бы хотите сохранить и расширить свой круг общения. тебя-то не напутали. Мы хотим добраться просто. Я себе таких вопросов не задаю. Очень зря, Ирина Мусыровна. А почему вы пишете картины? Вот почему Татьяна Толстая написала? Это мы для себя уже давно решили. У нас с этим легко. А у творческих людей в этом смысле довольно прямое это самое. Тупо даже. Да, даже тупо. Для чего или почему? Нет, для чего. Для нету. У меня вопрос был. Нет, для нету есть почему. А вот видите, вот видите, вот и у меня тоже для нету. Нет, у меня есть мира. Я могу сказать, для чего я пишу сценарий и для чего получается кино. Ну для чего? Для того, чтобы меня любили. Я считала... Потому что это в основе вообще человеческой деятельности. Наверное, не вас любили, а любили ваше творчество, ваше продукт. Нет, это большое лукавство. Ну вообще... Серьезно? Конечно. Вы хотите лично, любви для себя? Да. Я хочу, чтобы меня считали хорошей. Я уверена, что это лежит в основе любой творческой деятельности. Я не согласна. Вот я, например, считаю, что я творческий человек. Но я вам скажу, что, ну конечно, приятно, когда тебя любят. Но, во-первых, это глупость, считать, что тебя может полюбить какие-то тысячи людей. Любят там один-два человека. И на то же спасибо. А очаровываются, создают себе идола. Но это уже гипноз. Это уже вранье. Это уже неправда. Не может любить. А искусство есть. Гипноз, вранье и неправда. Там же ничего этого не было. Вот пишет там Иван Иванович. А на карине-то не было? А на карине-то не было? Да. Но... Изменять было некому? Я вам скажу честно, что, когда я добиваюсь с помощью разных методов, и, например, власть-придержащие принимают мою идею, но при этом никому не известно, что это моя идея. Ну, вообще никому. И даже им самим это неизвестно, как она к ним попала. Я бегаю по квартире, как бешеная. И говорю, все, мы это сделаем, мы это сделаем. У меня муж смотрит, что ты радуешься. Ты в этой сетке ничего не поимеешь. Продвижение такого народа об этом не знает. Никто это не оценит. И сами даже они, которые это используют, считают, что это они сами все придумали. какая тебе разница? Кайф! Меня интересует результат. Я человек результата. Меня очень волнует, что вот то здание, которое я строю, при мне будет хоть первый этаж построен. А будет там мраморная табличка висеть? Это совершенно другое. Мраморная табличка это ерунда. Это не слава. А внутри эгоизм работает. Конечно. Вы порадили идею. Это высшая степень эгоцентризма. Вот она пошла туда, обладела там массами или там властями. А вы смотрите и за знаменские заклады думаете, мое, мое. Так это значит, не они меня любят, я добивалась любви самой к себе. Нет, правда. А вы мне говорили. То есть я это делаю, чтобы саму себя уважать. Через это. Но вы же должны закинуть удочку в океан. Чтобы мы проснутся утром и сознаем, что я хорошая девочка, я все хорошо сделала. Конечно. Знаете, в Лепетине комплекс отличный. Да, все знаем. Нет, никакой это не комплекс отличный. У психологов это комплекс отличный. У вас не те психологи. У вас знакомь хорошая. Не, не надо. Нет, не хочу. Не хотите? Не хочу. Психоанализ я не уважаю. Это никакого отношения. Психоанализ вообще вон из нашей жизни. Да. Это другое, конечно. Ведь что, они могут помочь? Да. То есть... В том, чтобы увидеть самого себя и встретиться самим с собой, потому что всякое неудовольствие, невроз, депрессия, затык и так далее, это есть неспособность встретиться с самим собой. Вот все время не попадаешь, да, вот эту десятку. А если ты встретишься с самим собой, и ты должен как бы... Ну, это сложный процесс, потому что это через сны делается, через разные вещи, или просто через то, чтобы осознать свою проблему. Вы читали... На самом деле, вы знаете, что это женщина, да? Вы читали Макса Фрая. Я давно знаю, что на женщине, что, господи. Ну, и кайф какой. Вот там я встречалась. Не соглашусь. Не нравится? Нет. Почему? Девушка Мартынчик. Ну, плохо. Ну, почему? Ну, ну... Это же не литература. Это совсем другое. Ну, да. Ну, неинтересно. А чего читать не литературу? Когда литература нечитанная лежит, горы... Это по поводу того, чтобы встретить самого себя, симулирует... Там нет. Это невозможно. Нет? Нет, нет. Это как бы чужое, остывшее, так вот, птичка следы оставила. А ты же можешь только с собой встретиться. Понимаете, никого в мире, кроме себя, нет. Это такая соевая беседа, получается. Вот есть соевое мясо, макс фрай... Соевый белок, да. Фельмени с растительным белком. Слушайте, девочки, вам тяжело так жить. Это все знаете. Нам? Наоборот. Вы ни в чем не сомневаетесь. Ну, просто какие-то вещи мы для себя решили, не знаю, что мы исключительно тупые, просто безнадежные. В чем-то я не только сомневаюсь, я просто знаю, что это безнадежно понять. Но есть вещи, что может быть важнее, чем гармонизация себя по отношению к миру. Ничего важнее быть не может. Есть некоторые пути, и вот такое количество ошибок при этом происходит, что ты все время пытаешься находить этот путь. Если у тебя нет слишком больших детских неврозов, то он легче становится. Если ты сам его нащупываешь, то же легче становится. Если хорошая помощь психолога, то же легче становится. И ты же это узнаешь, судей нет. Кроме тебя внутри. Вы согласитесь со мной, что если вы абсолютно гармонизируете себя, а скорее мир в соответствии с собой, то вы станете антисоциальным человеком. В принципе, политик не может на это пойти. Он должен мучиться, и он должен быть живым. Потому что если он уйдет в это состояние, он уйдет из политики. Может быть, да. Может быть. Но он мучится из-за чего будет? За кого-то? Или из-за того, что вот товарищи здесь толкаются на этой шаткой палубе? Вот это, кстати, очень интересная проблема. Очень много людей обвиняют в их социальности. Социальность – это очень немодная вещь. Ну что ты все время ведешь, что ты все время с людьми, ты самоутверждаешься на людях, и так далее, и так далее подобное. Нам это лепит. Но на самом деле, мне кажется, люди, которые в состоянии вести бесконечный диалог сам с собой, находясь вне коридора, в этой самой башне, мне кажется, это как раз вот эгоцентризм вышел порядок. Когда весь мир внешний вообще вас не волнует. Поэтому так модные все эти подсточные всякие стучки, влучения и так далее, потому что они всем воспитывают в себе инструмент, с помощью которого ты можешь искусственно фактически уничтожить весь внешний мир и зациклиться на самом себе. А живые люди, они мучаются, они слабые, они переживают так же все с такими же болями, как и обыкновенные люди, и попадаются на всякие глупости, и врут часто, и фигней какой-то занимаются. Но зато они социальные. Это значит, они хоть что-то отдают. А вы сильные или слабые? Не знаю. Это вам судить. А изнутри? Изнутри по-разному. Я, например, я могу заблудиться в любом месте и так испугаться, как будто я не знаю. Ну что пугаться-то? Ну вот глупость, вот страх. Я могу при этом совсем не бояться. Тогда, когда вся офигевая, ты говоришь, ты что, с ума сошла? Ты что, ничего не боишься? Больна ли на всю голову? Нет, все. Или ты ничего не понимаешь. Я говорю, нет, все понимаю, но есть другие ценности, поэтому нет страха. То есть я странная, как и все. Да, есть социально сконструированные страхи, это правда, это вот странные вещи. Это я очень хорошо понимаю, когда принято бояться, а на самом деле совсем-совсем не страшно. Совсем не страшно. И наоборот, считается, ну чепуха полная, а ты доходишь просто на дорожки. А там, там по-видимому, какие-то, вот когда никто не боится, боишься ты только, то я думаю, что это должно указывать на какие-то неврозы и фобии личные. Просто это связано с самим собой. А когда у тебя нету социально сконструирования страха, ты его не испытываешь, то это просто означает, что общество неправо. Нам все время говорят в последнее время, ну то есть там 10-12 лет, мы испытывали чувство жуткого страха в социально-совсеме. Помилуйте, я там жила, никакого страха я не испытывала. Ну ни малейшего страха, омерзение очень часто. Засаду, что вот, о, Господи, они такие тупые, я не могу. Это да. А кого бояться-то? Начальника ЖЭКа, что ли? Или какого-нибудь порторга? Это хоспи-зрыло-то это идет. Что его бояться-то? И он говорит, алло, 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 это издавление. А что его бояться-то? Все, все, все. Все то самое сейчас, когда нас ждет, как вы не боитесь жить в России, там, мафия, бандитизм, и вообще, там, такой ужас, кошмар. Не боимся. Или я сейчас, вот, сегодня, только вот, недавно вернулась из Санкт-Петербурга, мне все спрашивают, а как это вы без охраны ходите, не боитесь? Это даже у вас же... Без охраны, это, короче, человек сам себя, игрушку придумывает. Потому что, кому надо что-то сделать, не и так сделают, да, а охрана-то, на самом деле, это вот как маленького ребенка разукрашивают, как и новогоднюю елку. Это мама делает не для ребенка, ребенку жутко неудобно. А для себя, а так и охрана. Она не для защиты, она просто себя любимого, свои глаза охладные. Это важно. О чем вам приятно давать интервью, а о чем нет? Мне все равно. Вообще? Я могу говорить на любые темы, абсолютно. То есть для вас нет, не существует неприятных вопросов? Ну, почти нет. Знаете, по одной простой причине, я сознательно выбрала свою профессию. Я считаю, что публичная политика это не игра дилетантов по самоутверждению себя на всем народе, а это нормальная профессия. Такая же, как профессия врача, художника. Есть люди, способные к этой профессии, есть не способные. А самое главное, если ты ею занимаешься, то как в любой профессии, ты должен знать правила игры. Правила игры такие, что ты должен давать интервью и быть максимально искренним. Нравится, не нравится, пляши. Не хочешь плясать, уходи из этой профессии. Я вообще терпеть не могу все эти разговоры по поводу того, что политика это грязное дело, там и так далее, и тому подобное. Это все набор трюизмов абсолютнейших. Ну, банально. Да, которые нечего обсуждать. И вот я хотела вас спросить, вы лидер Союза правых сил. Один из. Да, один из лидеров. И вот я видела, там, и Татьяна видела, там, наверное, многие видели журнал, на обложке которого вы сняты вместе со Светланой Беляевой-Конаген, которая есть представитель, в общем, такой классической левой богемы. Я об этом не думала. Она меня очень попросила сняться. У меня было плохое настроение. Я думала, пошел их все, ну и сними. Хотя я знала, что все будут обсуждать, так оно и получилось. Я об этом не думала. Потом вы статью не читали. Там пошли сплетни о том, что мы какая-то там пара. Это мы читаем. Поэтому статья была посвящена тому, что все это не так. А фотографии, это она придумала, она же в таком стиле выступает, да? Да, но она-то не политика, она может хоть на голове стоять. У нее определенная репутация, она работает в определенном жанре. Я решила попробовать, почему бы и нет, пусть так тряхнуть общество, пусть он вздрогнет. Что это делает? Я все время что-то делаю, очень редко, но все вздрогивают. Это как не очень правая вообще-то, это вообще в принципе левых политиков. Ну, ну при чем тут правая, левая? Если вы говорите о моих истинных ценностях, а не о том, что вы читали в журналах. Вы, извините меня, увидели один журнал, который совсем не характеризует тенденцию. Вы прекрасно знаете, что такое имидж. А был кучи других. И что такое имиджмейкерство. Прекрасно это знаете. Знаете, бесконечную силу этого воздушного и невидимого средства. Задул ветер, все упали, да, листья облетели. А вроде ветра и нет. Всего лишь направленное движение молекул воздуха. То есть, можно сделать абсолютно на пустом месте имидж. И этот имидж потом от тебя не отвяжется, не ототрешь ногу об асфальт, да, и он привяжется. То есть, есть очень сильные негативные и позитивные вещи, которые привязываются к тебе. Какой-то был поэт Тиняков в Серебряном веке, да, и в начале 20-х годов, пока где-то не сгинул, у него были великие стихи. Люба мне плевку, плевочку по канавке грязно мчаться, только травинку, только листочку липким боком прижиматься. Вот это буквально тот текст, который в просьбе произносит Светлана Канаги. И я понимаю, ну, кушать надо. Вот такой радикализм. Можно сказать, футуризм, можно еще что-то. Но это, вообще говоря, ниже то, что плинтуса, как сейчас говорят. Ниже уж, я не знаю, что у нас ниже всего. Какие черты. Я очень удивилась, что вот такая хрупкая, хрупкая, последствия правая, хрупкая вещь, как маленькая правая партия, которая никак не может сорганизоваться и разобраться между своими лидерами и своими членами, коих почти нет. И вдруг такой, как бы, шаг в эту черную богину, да? Ну, я скажу так, давайте попробуем. Вот я в своей жизни я людей очень редко, ну, очень редко сужу. У меня другая профессия, у вас другая работа, а я не ведущий передачи, и я не критик, и я не сужу. И я пытаюсь войти в состояние другого. И я думаю, что политика нужно оценивать все-таки по его поступкам, а не по его имиджам. С имиджем, во-первых, я не работаю с имиджмейкерами, у меня нет на это денег. Поэтому, понимаете, я не могу ошибаться, да, у меня не может быть настроение, такая железобетонная, высказала имидж и пошла. Я не хочу, чтобы политик был живым человеком, я хочу, чтобы политик был эффективным механизмом. Политик, за который я голосовал, не имеет права быть живым человеком, в свой публичный и поставить. Я сама живой человеком. Дома, ради бога. Я другая, я живая, я сказала, мы ошибаемся, мы такие же глупости, как и все. Мы нормально, скажите спасибо, что среди политиков еще остались какие-то живые. Знаете, не эти бронзовые монстры, у которых все правильно, они когда в жизни не сделают глупости. Мы живые, мы все делаем всякие поступки. Но самое главное, не картинки в журнале. Не картинки в журнале. Вот если бы вы сейчас об этом не заговорили, люди про этот журнал уже давно, его никто не смотрел. Это вы вот вдвоем посмотрели и сейчас насилуете общественное мнение. Нет, нет. Перестань. На улице, вдоль улицы были расставлены щиты с обложкой этого журнала. То есть не то, что журнал... Вы видели эту обложку? Я там очень симпатична. Не по-настоящему. Не по-настоящему. На него глаза и говорю, Лев, в своем ли вы уме? Я бы ни за что на свете не пошла голосовать ни за одного из своих друзей и знакомых, потому что все они в лучшем случае лентяи и бездельники. Поэтому я, безусловно, буду ходить голосовать только за далеких незнакомых людей, в которых я предполагаю, что они чрезвычайно умны, прекрасны, спокойны, вдумчивы. Дело в том, что я не хочу впускать политика как бы в свою внутреннюю жизнь. Ладно, черт с ними, с этими имиджами. Люди все понимают, что все это ложь, и все это игра, и театр, и спектакль. Лучше посмотрите, что сделано. Насколько мы знаем, не только у нас, а очень у многих ваших избирателей возникло такое ощущение, с которым мы не знаем. Мы прекрасно понимаем, что вы живая, прелестная, очаровательная женщина. Вы красавица, вы умница, вы элегантная. С другой стороны, смотришь, Борис Ефимович Немцов красивый, буйкий, прославился как мэр, элегантный, обаятельный, а при этом создается ощущение, что вы главе правой партии, плейбой и тусовщица. То есть герои светской хроники, бесконечных. И куда нам с нашими консервативными правами и убеждениями бежать? К кому нам прислониться? К светской хронике? К Свете Беляевой? Вы просто очень много читаете светской хроники, и совсем не смотрите. Я ее совсем не читаю. Я читаю просто. Она догоняет, это же ее... Она догоняет в рамках Садового кольца среди интеллигенции. Только не нужно рефлексии, ладно? Сейчас пошла рефлексия. Сейчас пошли штампы. Одна такая, другой такой. Народ, между прочим, он и не такой тупой. Потому что вот это обвинение, которое вы сказали, я первый раз в жизни слышу. Я по региону многое езжу. У меня встреча просто к нам и на люди. Вы знаете, наверное... И все спрашивают, когда будет вот это... Вот вы это сделали, а вот когда вы вот это сделали? Вы знаете, наверное, не все решаются задать этот вопрос. Никого не волнует Светлана Конегина. Вы знаете, что? Вот был, есть, может быть, до сих пор, я не знаю, был сайт Chubais.ru. И там, на этом сайте, был очень интересный форум. Там была полноценная, очень приличная дискуссия. Там, вообще говоря, этот вопрос все время обсуждался. А ведь правых так мало. Тех, кто сознательно понимает свою правую позицию, этот кружок вас слушает, обсуждают умно. Вас, Немцова, Чубайса, Кириенко, в тот момент, Гайдара и так далее. Причем там еще внутри расколот, кто за, кто против, таких, кто предпочитает кого. И затем они умно проговаривают свои идеи и вовлекают сторонников, теряют сторонников, несут все это дальше. Он пух, 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 и распух. Это была огромная дискуссия. Она была совершенно потрясающая. Сейчас оно все, укожилось, сдулось, и там ничего нет. Сайт есть, и он влачит свое жалкое существование. Потому что никто из лидеров правой партии не послал ответа на бесконечное, вот это, понимаете, скреблись, скреблись, как в Курске. А тут ничего. Это форум на сайте Чубайса? Да, Чубайсер. Очень большой форум. Чубайсер посылать ответ. Дело в том, что там шла дискуссия действительно прежде всего Один раз некто там сказал. Я вам честно скажу, что я просто не знала. Я могу, если там есть обращение, ко мне ответить. У меня есть свой сайт, и я там отвечаю на все вопросы. У меня есть свой форум. Мы специально сделали, у нас есть общая СПС, есть лидеры. Мы как-то читаем, что Чубайсер отвечает на своем сайте и разговаривает с Чубайсером. А тех, кого интересует, приходят на мой сайт. А тех, кого интересует весь СПС, более формализованно. Потому что весь СПС, значит, программы, задачи, такая всякая фигня. А людям поговорить. Понимаете, вот когда, когда был опрос этого питерского, значит, электората, зачем нужно законодательное собрание? Что они там делают? И зачем оно нужно? Что они делают? Вот у меня третий месяц нет воды. Они должны сделать, чтобы была вода. Вот в этом округе было, у них там депутат Иванов, вот у них пошла вода, а это что делают? Что они делают? Они зря, значит, хлеб едят, они сидят, уууу, за мои деньги там. Им говорят, но ведь законодатели должны законы вырабатывать, а то, что вы просите, должна делать исполнительная власть. А мне все равно, какая власть. Вот этот избиратель, да, он глуп, да, он сколько ни идет, так сказать, объяснения. Во всех СМИ он не хочет понять, что законодательная власть занимается выработкой законодательства, потому что у него сейчас лично кашляет маленький ребенок, течет с потолка и не греет батареи. Вот это я и говорю. И на самом деле ждать от чиновника, что они начнут строить эту котельную, невозможно. Поэтому народ хочет, чтобы это сделал депутат. Да, он хочет, чтобы сделал депутат. Чтобы он через запросы, через... Совершенно верно. Когда он голосует за бюджет, чтобы он запихал туда вот эти деньги. А какие, как вы считаете, три самые главные проблемы вот у простого человека в России? У простого человека в России первое, это деньги, второе, это оплата жилья, и третье, это что делать в старости, если ты не можешь работать? Нет, я... Это вы имеете в виду как бы проблемы, которые навязаны им обществу? Да ничего не навязанному по жизни плохо. Ничего ему не навязанного. Нет, я понимаю, а вот там в характере, там, я не знаю, вообще в способе взаимоотношений частного лица и общества. Ну, я думаю, главная проблема русского человека, что он всегда на кого-то надеется. И в последнюю очередь надеется на себя. То есть вот эта вот самая инертность и... Ну, это касается молодого поколения, потому что, говорите, пожилом это безнравственно, потому что они-то как раз еще могли то и сделали и просто недополучили. А вот когда молодежь говорит, что вот придет дядя и все нам сделает, а мы посидим, подождем, вот это уже начинает раздражать, потому что время-то уже наступает другое. Была такая детская повесть «Поле один на свете». Финская, да? Да, по-моему, и там вот мальчик попадает в такую ситуацию, что он как бы один на свете оказывается, и вот что он там предпринял, вот в первый момент, когда у нас, знаешь, нету, соответственно, нету никаких там запретов тебе, вот для тебя все открыто. Вот если бы вы оказались вот в первую минуту вот одна на свете, что бы вы и сделали? не знаю. Есть ситуации, которые невозможно прогнозировать. Это все равно, что вам сказать. Это не прогнозировать. У вас завтра погиб ребенок. Какая будет ваша речь? Ну, как вы сравниваете? Ну, здесь то же самое. Что значит? Одна во всем. Вы просыпаетесь? Я не могу этого представить. Никого нет. Ну, это я не могу этого представить. Почему? У меня не так развито художественно-образное мышление. Да там ничего художественного. Вы представите, всю землю, все человечество, пустыня, а я одна посередине. Ну, вы же не знаете, что там на самом деле. Может быть, они на сегодня ушли. Может быть, три дня все выехали, а вы тут проспали. А всем было велено выезжать. То есть, вы не знаете почему, но вы остались от нас. Ну, первое, что я начну тогда делать, это пытаться выяснить, где другие. Телефон не отвечает. А дальше что? Ну, дальше пойдем в интернет. Интернет молчит, конечно. То есть, все молчит. Ну, средства связи, они не работают. Да, не работают. Нет, все крутится старое, но никто не берет телефонную трубку, никто не отвечает в чате, а так вчерашняя газета рулись. То есть, время остановилось? Нет, просто людей нет. Тогда или нет? Никто не... Нет, почему остановилось? Часы идут, но никто не отвечает, что некому. Событийное время остановилось. Все события остановились. Нет, ну, все передачи старые, по телевизору это все старые. Ну, потому что некому делать новое. Ну, я говорю, все остановилось, да? Да, да. Я думаю, что вначале паника, такая внутренняя сумасшедшая, а потом с силой волей это все будет подавлено и будет какая-то попытка все осознать. Хотя осознать невозможно. А любопытство? Потому что вот никто не мешает все узнать или пытаться узнать. Открывать двери, заглядывать. То есть мародерством заниматься, в чужие квартиры, заходить в карманы, обшать такой видик. Карманы вам не нужно, обшать все, вам не нужно попасть все открыто. Я не люблю заходить в чужие квартиры. Не любите? Нет. А заглядывать в чужие окна? Тем более без разрешения хозяев. А заглядывать в чужие окна? Мне это нравится, но считать неприлично. Конечно, неприлично. Тут же никто не умеет. А когда человек воспитан, и у него есть... То он не делает неприличные вещи? То он этого не делает. Даже когда можно. То есть вы никогда не ковыряете в носу? Ну, в принципе, нет. А что? А почему вы сказали, что... Почему считать, что это моя привычка? Я совершенно не считаю, что это ваша привычка. Я была в обокупной. Это делают все люди, несмотря на то, что это неприлично. А почему вы знаете, что если у вас носу чешется, то вы так вот можете его потереть? Ну и что? Это как раз прилично. Ну, неприлично засунуть пол локтя туда. Ну, с собой... Если надо. Нет, тогда уже носовой платочек, вы... Я не целую. Вот так. Прекрасно. Мне кажется, что человеку именно потому и свойственно делать неприличные вещи, что они неприличные. Девочки, вы, по-моему, все-таки прямо... Вы психоанализм увлеклись. У вас такие тесты сложные. Это не психоанализм. Пока из всех пройдешь, вы... А у нас мы же не ставим никакой неоценки, ничего. А зачем так бы... А почему любопо... А вы бы что делали? Я бы? Да. Я бы пошла в седьмой континент и съела... вот этих самых... Вот этот сыр дорогой. Рокфор там есть один. Так он не стоит тех денег даже, да? Там что-то невероятная наценка. Я бы пошла, съела бы Рокфора. Потом, если бы вовремя все успели исчезнуть, там бы еще теплый хлеб стоял, банкет, который стоит возмутительные тоже деньги. И я бы, значит, взяла себе корзину красного вина, висла бы этот багет, рокфорчику, и, конечно, загуляла. А уж потом испугалась бы, или еще что-то сделала. На машинах бы я каталась. Я думаю, у вас здоровая психика. А я бы шла бы в большой театр, надела бы пуанты, наконец, нашла бы пуанты, встала бы на них. Потом бы я, конечно, я бы поиграла на скрипке, села, я не умела. Чтобы, наконец, пока никто не верил, пока это разрешено. И попросту по большому залу, да? Да. Девочки, вот в данный момент вы, по-моему, пишете романы. Каждый свой. На самом деле, все будет не так. Ну, не может человек не испугаться, что весь мир замолк. Ну, не может. Человек, существо. Мужа нет, дети исчезли, никого нет. Ну, не может. Какие пуанты? Какой родственник? Никого нет. Вот тут думаешь, хопа. Дайте по-честному. Первый же момент. Я пошла в крем, неужели вы будете растворением обжираться? Все время, как все вокруг. Ну, врут, по-моему, все. Вот проси это и врут. Я пошла бы в крем и заглянула, что нет волоска. Что он там делает? Ну, что там? Вы все равно... Я посмотрела. У него тоже растворение кофе? По-позже. По-позже. Миленькая моя, позже. Вы спрашивали, попозже, когда уже вы, ну, переживете этот жуткий этап, что вам придется жить в одиночестве. Попозже вы придумаете себе события. И вы будете ходить в Большой театр и в администрацию Волошина, потому что для вас это будут события. Но в начале, в начале, я уверена, будет дикий страх, потому что человек – существо общественное. Так вот, что ты делаешь, это вы уверены все время в том, что будем делать? Ну, вы в своем уверены. Вы уверены, что мы плохие, а я уверена, что вы выриваете. Ну, что делать? Обменялись комплиментами? Да нет, мы совершенно не уверены, что вы плохие. Мы просто просим вас как-то иметь нас в виду своих внешних. У вас форма такая экстравагантная, попросите. Ну, у нас школа злословия называется программа, а не университет поцелуев. Так вот, об этом вырис. Поэтому я вам тоже на это соответственно ответила. Ну, как-то я бы не решилась вам сказать, что вы врете, даже тогда, когда, мне кажется, вы мукавились. Вы обиделись. Вы обиделись. Я сказала в начале, что вы пишете свой роман. Вы, может быть, сценарий, а вы роман. Да нет, мы просто так разговариваем. А мне так кажется. Ну, ваше право. Конечно. На самом деле, большое вам спасибо, Ирина Макцовна. Пожалуйста. Браво. Ощущение благополучия и буржуазного увлечения и наслаждения этим лучших из миров, оно не вызывает у меня никакого протеста. Оно у меня вызывает протест именно у политиков. У частных людей, пожалуйста, сколько угодно. Но политика в сегодняшней России это такая тяжелая работа. И там такое бескрайнее, непаханное поле. Я не знаю, что бедности, беспомощности, бестолковости, бесконечных человеческих страданий и так далее и тому подобное. Я хочу видеть вдумчивых, серьезных и очень тяжело работающих людей. Я хочу, чтобы выбор на мною политик был скушен. не туп, но скушен, зануден, тяжеловат. Я говорю, одну минуточку, давайте уточним. Терпел все крики нас обездоленных. Я не так, что обездоленна, но в общем, вполне обездоленна. Выслушивал, действительно слушал, затем пытался адекватно ответить. А если он не может ничего сделать, он так бы и говорил. То есть я хочу действительно скучного позитива. Даже и салфетки подсеваете, потому что потом неохота скатерть. Там все красиво, сейчас будет все ужасно. А так они все, оплюют эти салфетки, я быстро беру и чай опять красил. Прекрасно. А вот... Мне, по-моему, совершенно неудачно. Почему? Какая-то пустыня, и в пустыне много странных вещей, неудачно. Субтитры сделал DimaTorzok